Факунду Арана и Хианелла Нейра В телесериале Яго. Темная страсть Автор сценария Рикардо Родригес В фильме снимались Рамина Гаэтани, Норберто Диас, Хуан Карлос Дуаль, Сесилия Мореско, Марио Аларкон, Даниэль Миглеоранса, Рауль Лавье и другие. Продюсеры Диего Гонсалес и Марсело Спинахи. Режиссер Федерико Палаццо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разве его не уволили? Его снова назначили. И молодые? Уже приехали. На самом деле я шла к огоньку. Его зовет сеньора Хосефина. Сарлинга, что ты там увидел? О чем ты говоришь? Сегодня вечером будет много событий. Рэнсо Чемо расхватит. Я давно ждал этой минуты. Дай бог, чтобы они наконец поняли, что он самозванец. Если это случится, то Хосефина, Мерседес, Элену увидят, что я все время говорил правду. Его должны разоблачить. Тебе идет этот костюм. Да, мне его одолжили. Я еще не привык к нему. Помнишь, я тебе говорил, сеньора Хосефина хочет с тобой поговорить, но я не смогу туда пробраться. Я тебе помогу. В доме полно людей, Огонек. Я тебе помогу, не беспокойся. Ты не знаешь, о чем речь? Нет, но она сказала, что это важно. А Марена не говорила, что хочет меня видеть? Нет. А что? Последний раз она сказала, что больше не хочет меня видеть. Но этого не может быть. Даже если Томас угрожает ей, она знает, что я не допущу, чтобы он причинил зло нашему сыну. Огонек? Да. Успокойся, пожалуйста, ты привлекаешь внимание. Не говори со мной как с сумасшедшим. Я видел фрагу в церкви. Ну и что из этого? Как ну и что? Ты забыл? Он больше не комиссар. Он не имеет права тебя тронуть. Перестань, дорогой. Успокойся. Что? Мы что-нибудь придумаем. Как дела, счастливчики? Дядя, мне кажется, тебе не на что обижаться. Ты должен смириться со своей долей. Мы ведь партнеры. Как дела? Прекрасно. Мы очень довольны. Нам понравилась церемония. Падро произнес трогательную речь. Чего ты хочешь? Есть разговор. Прямо сейчас? Если ты не хочешь сорвать свадьбу, да. Я видел фрагу, его помощника. Они на кухне. Они пришли за твоим мужем. Что? Бабушка, откуда у тебя такая уверенность? Не обязательно иметь время, чтобы разобраться в происходящем. Пришла пора собрать мою семью. Настоящую семью-сиреневую. Пора восстановить справедливость. Виновные должны ответить, а изгнальники должны занять свое место. Альдо превратил эту семью в ужасную головоломку. Представь, что значит для меня стыдиться своей семьи. Войдите. Можно, сеньора? Признаюсь, я очень доволен. Особенно идеей пригласить на семейный праздник людей, которых можно считать членами семьи. Доктора Бегу. Спасибо. С которым мы решаем все правовые дела. Спасибо. Мою прекрасную любимую секретаршу Карлу. И доктора Родригеса, который следит за здоровьем всей семьи. Почему нет Огонька? Он тоже как член семьи. Это не одно и то же Огонек. Наш слуга. Странно, что его нет. Мерседес его приглашала, правда? Да. Я была бы рада, если бы он пришел. Видимо, он все хорошенько взвесил. И понял, что не имеет права присутствовать на этом празднике. Кстати, что известно о личности этого человека? Насколько я поняла, он не знает ни своего имени, ни фамилии. Да. Пока все осталось по-прежнему. Но мне кажется, что скоро он все вспомнит. Да, он очень в этом заинтересован. Не так давно. Спасибо. Он был в офисе и попросил список людей, погибших во время пожара в компании. Вот как? Да, сеньор, конечно. Конечно? Но ты никогда мне не говорила, Карла. Сеньор, я думала, это не важно. Карла права. Список был опубликован во всех газетах. А этого огонька нельзя узнать по отпечаткам пальцев. Дело в том, что нет отпечатков пальцев. Во время пожара у него сильно обгорели руки. И такой способ опознания невозможен. Шампанское, как вы просили. В доме полиция. Что? Что случилось, племянник? Что ты здесь делаешь? Я привел полицию. Сегодня вечером схватит Ренса Чаморро. Дорогой. Прости меня. Прости за то, что я сказала, что не хочу тебя видеть. Я согласен со всем, что ты делаешь. Ради нашего сына. Подойди, пожалуйста. Поехали. У тебя такие же тонкие черты лица, как у Виктории, твоей матери. А твоя кожа, Боже мой, она такая же, как была у твоего отца, моего любимого Франко. Бедный мой, Франко. Ты Фабио. Я буду тебя беречь, бабушка. Да. Да. Ты мне очень нужен. Мы должны опасаться Альдо, дорогой. Бабушка, ты не представляешь, как мне больно думать, что Альдо... Даже не сомневайся. Альдо ничтожество Морена. Но не будем больше об этом говорить. Воспользуйтесь... Воспользуйтесь... Этой минутой, чтобы побыть вместе. Огонек, пожалуйста. Да, сеньора. Проводи меня вниз к гостям. Раз приехала полиция, там должно быть довольны...